всем привет меня зовут вероника и сегодня для вас я подготовила вот такие вот слитки слитки очень простые вяжутся они очень быстро буквально за один час работы вы свяжете вот такие вот замечательные слитки данные слитки я вязала из пряжи alize superlana maxi метраж данной пряжи 100 граммах 100 метров состав 75 процентов акрила и 25 процентов шерсти вязала спицами четыре с половиной миллиметра я вязала круговыми спицами длиной 60 сантиметров вы можете вязать на обычных прямых спицах как вам больше нравится прежде чем приступить к вязанию давайте разберемся с принципом вязания данной модельки слитков чтобы вы смогли эти слитки связать из любой вашей пряжи и на любой размер ноги как вы уже поняли слитки вяжутся из такой вот заготовки заготовка у меня по сути идет квадрат все стороны в данной заготовочки равны и для каждого размера ноги вот это вот заготовочка будет иметь свои размеры я свои слитки вяжу на размер ножки 37 38 я сбоку оставлю таблицу где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы для 37 размера соответствует длина стопы 23 с половиной сантиметра для 38 24 с половиной сантиметра я возьму среднее значение 24 сантиметра и от нему от этого значения 5 процентов на растяжение получилось 23 сантиметра если вдруг у вас пряжа плохо тянется тогда эти пять процентов не отнимайте получается у меня ширина моей заготовки и высота должна получиться 23 сантиметра ширина 23 и высота 23 сантиметра вы рассчитываете длину и ширину вашей заготовки для своего размера индивидуально как понять сколько мне нужно набрать петель в самом начале чтобы получить 23 сантиметра мы берем данную пряжу и эти же спицы которыми планируем вязать следок и провяжем образец платочной вязкой платочная вязка это значит все петли как в лицевом так и в изнаночном ряду постоянно вяжется лицевыми за счет этого образуются вот такие вот платочные дорожки и рассчитаем сколько у нас в одном сантиметре получилось петель это будет наша плотность вязания далее мы плотность нашего вязания умножим на сантиметры которые мы должны получить в ширину я умножать буду на 23 сантиметра и получится то количество петель которые мы должны будем набрать в самом начале видео когда будем вывязывать данный квадрат для вывязывания данной заготовки я использовала три цвета розовый синий и белый виде декора я использовала помпон из ниток вы можете в данное место прикрепить либо такой же помпончик как у меня либо какую-нибудь брошку красивую пуговицу большую это на ваше усмотрение можете и вообще без декора использовать данные слитки надеюсь что принцип вязания вам понятен берем пряжу спицы и приступаем к вязанию вместе со мной на спицу я набрала 27 петель и эти 27 петель у меня будут составлять 23 сантиметра это будет моя сторона квадрата вы набираете столько петель сколько у вас должна получиться ваша сторона квадрата для вашего размера ноги поэтому в самом начале для каждого будет разное количество петель набираться на спицу при наборе петель кончик оставляем немножко длиннее чтобы потом этим кончиком сшить один шов слитка первый ряд у нас идет по изнаночной стороне первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее вяжу все петли лицевыми таким образом я довязываю весь первый ряд последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться постоянно изнаночной петлей первый ряд по изнаночной стороне мы с вами довязали переворачиваем вязание на лицевую сторону и по лицевой стороне у нас образовалась одна платочная дорожка таких дорожек у нас сейчас должно с вами получиться в 4 поэтому сейчас мы самостоятельно провязываем 6 рядов как в лицевом так и в изнаночном ряду мы вяжем все петли лицевыми первую кромочную петлю мы будем постоянно снимать не провязывая последнюю кромочную петлю мы постоянно будем провязывать изнаночной петлей встретимся когда вы вяжем самостоятельно все шесть рядов я провязала самостоятельно шесть рядов и если посчитать по платочным дорожкам вот первая вторая третья и четвертая вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше полотно если посмотреть на готовом следке мы с вами вывязали вот эту вот полосу теперь берем ниточку белого цвета и именно сейчас белым цветом провяжем два ряда один лицевой 2 изнаночной прикладываю нить белого цвета узелков никаких я не завязываю просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно первую кромочную петлю я буду провязывать лицевой так как у меня меняется цвет рабочей нити и далее провязываю так же как я провязывала все остальные ряды лицевыми петлями таким образом довязываем первый ряд последняя кромочная петля не забываем провязывается изнаночной петлей и по изнаночной стороне провяжем еще также белой нитью второй ряд после провязывания двух рядов белой нитью у меня получилась одна платочная дорожка далее беру нить синего цвета именно этой нитью я уже провязываю 4 ряда для того чтобы образовалась уже две платочные дорожки если посмотреть на готовом следке это вот вот это вот синяя полоса состоящая из двух платочных дорожек вот с этого края рабочие нити розового и белого цвета мы не обрезаем прикладываем ниточку синего цвета и сейчас два ряда мы провяжем ниточкой синего цвета в начале третьего ряда я подключусь и покажу как нам поднимать рабочие нити чтобы не образовывалось сильно больших протяжек по данному краю встретимся в начале третьего ряда ниткой синего цвета два ряда ниткой синего цвета я провязала по данному краю у нас сейчас располагается 3 рабочие нити все кончики которые у нас по данному краю имелись я спрятала по изнаночной стороне самостоятельно и перед вывязыванием третьего ряда ниточка синего цвета я перекручу между собой наши рабочие нити вот таким вот образом получается у меня ниточка белого и розового цвета поднялась на пару рядов и сейчас продолжаю вязать нитью синего цвета 3 1 кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее как обычно провязываем все петли лицевыми последняя кромочная петля провязывается изнаночной так как она у нас кромочная довязываем третий ряд и по изнаночной стороне также провязываем четвертый ряд у нас сейчас с вами получается 2 платочные дорожки ниткой синего цвета если посмотреть на готовом слитке мы с вами провязали вот вот эту розовую полосу далее белую и синюю теперь самостоятельно будем провязывать 2 ряда ниточкой белого цвета 1 лицевой 2 изнаночной затем 4 ряда ниточкой розового цвета 2 ряда ниточкой белого цвета 4 ряда ниточкой синего цвета и 2 ряда ниткой белого цвета встретимся когда вы вяжем вот вот эту вот всю полосатую часть у нас с вами должно получиться 1 2 3 4 5 6 7 8 разноцветные полос перед вывязыванием каждой полосы мы с этого края будем брать нить определенного цвета по возможности стараемся перекручивать между собой вот эти вот рабочие нити как мы делали с вами перед третьим рядом это для того чтобы не образовывалось сильно длинных протяжек поэтому сейчас я возьму ниточку белого цвета провяжу 2 ряда затем розовым цветом провяжу 4 ряда и так далее встретимся когда вы вяжем 8 полос у меня сейчас провязано 8 полос получается 1 2 3 4 5 6 7 и 8 полоса рабочие нити белого и синего цвета я обрезаю они нам больше не нужны и прячу по изнаночной стороне самостоятельно сейчас у меня остается в работе только ниточка розового цвета если померить сантиметром ширина моего полотна 23 сантиметра на данный момент мы вывязали с вами только 11 сантиметров далее оставшиеся полотно я буду вязать ниточкой розового цвета до того пока у меня высота моего полотна также как и ширина не получится 23 сантиметра так как это у нас квадрат поэтому я вот с этого края беру нить розового моего цвета первую кромочную петлю провяжу лицевой так как у меня меняется цвет рабочей нити и далее все петли я провязываю лицевыми последняя кромочная петля провязывается изнаночной так как она у нас кромочная первый ряд ниточкой розового цвета я провязала все петли лицевыми по лицевой стороне 2 и все последующие ряды также мы провязываем все петли лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду вяжем данное полотно до тех пор пока высота в моем случае не получится 23 сантиметра у вас высота может быть другое количество сантиметров если вы вяжете на другой размер ноги встретимся когда я вывяжу ниточкой розового цвета оставшуюся часть полотна далее я вам скажу сколько это у меня получилось рядов и платочных дорожек вы больше ориентируетесь не на мои количество рядов а главное что у меня получилось чтобы у вас получилось по высоте необходимое количество сантиметров которые вы рассчитали в самом начале видео я провязала мое полотно далее самостоятельно именно розовым цветом до тех пор пока она у меня не составила 23 сантиметра получается ширина у меня 23 сантиметра и высота также 23 сантиметра если посчитать по платочным дорожкам здесь именно розовым цветом у меня располагается 14 платочных дорожек это получается 28 рядов и далее сейчас мы закроем с вами вот именно эти петли но так как вот этот вот уголочек у нас отворачивается и получается сверху у нас располагается изнаночная сторона а вовнутрь уходит лицевая сторона для того чтобы по краю была ровненькая аккуратная косичка мы с вами закроем этот край именно по изнаночной стороне поэтому мы сейчас по лицевой стороне один ряд провяжем получается первая кромочная петля снимается не провязывая и далее мы провязываем все петли лицевыми по лицевой стороне полностью ряд мы провязали переворачиваем вязание на изнаночную сторону и смотрите каким образом мы будем закрывать петли первую кромочную петлю я снимаю не провязывая вторую петлю я провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю таким образом мы с закрыли одну петлю следующую петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю следующую петлю провязываю лицевой теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю край сильно не затягивайте край у вас должен быть эластичный и таким образом вы закрываете все ваши петли со спицы до того момента пока у вас не останется одна вот такая вот открытая петля по краю все петли полностью мы закрыли у нас осталась одна вот такая вот петелька теперь рабочую нить обрезаем побольше чтобы этой нитью сшить второй наш шов теперь этот кончик от рабочей нити продеваем в открытую петлю и затягиваем у нас с вами получилась вот такая вот заготовочка для следка далее мы эту заготовочку будем сшивать перед тем как сшивать данную заготовочку смотрите именно со внутренней стороны мы должны расположить полосы чтобы они у нас шили слева направо вот таким вот образом а с внешней стороны сверху вниз поэтому первый следок вышиваете как вам больше нравится а второй следок мы смотрим складываем вот таким вот образом конвертиком верхний уголочек у нас будет вот таким вот образом складываться и получается с внутренней стороны у нас будут располагаться полосы вот таким вот образом а именно снаружи получается полосы сверху вниз поэтому вот этот вот шов у нас будет идти на подошву а второй шов у нас будет идти на пяточку перед тем как сшивать проверьте правильно ли вы сложили данную заготовочку я сейчас где на данную нить в иглу широким ушком данный шов мы будем сшивать именно задушку кромочные петли которые располагаются ближе к лицевой стороне смотрите у нас кромочных петлях вот это вот допустим душка располагается ближе к изнаночной стороне а вот этого душка располагается ближе к лицевой стороне поэтому будем сшивать только за вот эти вот дужки петель как с одной так и со второй стороны иголочку будем постоянно вводить с изнанки на лицо ориентироваться будем не по кромочным петлям а просто чтобы шов у нас шел равномерно для того чтобы у нас здесь вот мысочек сильно острый не получался я сейчас продену иголку сквозь три кромочные петли вот таким вот образом и со второй стороны также я продену иголочку сквозь три кромочные петли вот такое вот у нас колечко получилось это лицевая сторона вот это вот изнанка и теперь мы эти петли просто между собой стянем благодаря этому у нас мысочек не получится сильно острый и далее мы будем сшивать данный шов на стопе получается вводим иголочку с изнанки на лицо задушку кромочные петли с одной стороны и со второй стороны с одной стороны и со второй стороны с одной стороны и со второй обязательно смотрите чтобы вот этот вот шов у вас шел равномерно если в некоторых местах для ровности вот этого вот края нужно ввести иголку в одну и ту же дужку два раза значит вводите два раза вот такой вот шовчик по стопе у нас получается никаких выпуклости нету все очень красиво и аккуратно сшиваем далее весь оставшийся шов по стопе после того когда мы сшили полностью весь шов по стопе мы шов разровняем чтобы ничего не стягивала наше полотно и если вам нить ваша позволяет можете этой нитью сшить и задней шоу вторую нить мы просто спрячем по изнаночной стороне самостоятельно если вдруг эта нить не позволяет тогда в день и другую нить и другой нитью будем сшивать именно вот этот вот шов просто когда я сшивала первый мой следа получается одной нитью я сшила вот эту подошву а второй нить и я сшивала задний шов поэтому далее этой же ниточкой я буду сшивать задний шов именно задний шов сшиваете на такую высоту которая вам комфортно для вашей ножки получается я буду сшивать именно до того пока у меня не закончится последняя белая полоса если вам захочется данный шов сшить меньше и вам будет так комфортно для вашей ноги тогда пожалуйста сшивайте как вам больше нравится либо больше это будет влиять только на вот этот вот уголочек он у вас будет либо больше по длине либо меньше главное чтобы ваши ножки было комфортно сшиваем данный шов таким же образом получается ввожу иглу с изнанки на лицо снизу вверх задушку кромочной петли которая располагается ближе к лицевой стороне с одной стороны и таким же образом со второй стороны с одной стороны и со второй стороны главное смотрите чтобы шов у вас шел равномерно таким вот образом сшивается на такую высоту данный шов которая вам комфортно для вашей ноги я буду сшивать до вот этой вот последней белой полосы вот такой вот шевчик красивый аккуратно у меня получился далее мы обязательно шов разровняем чтобы ничего не стягивало наше полотно и затем просто спрячем этот кончик на изнаночной стороне далее отворачиваем вот этот вот уголочек и здесь крепим что вам больше нравится можете просто зафиксировать к полотну данный кончик чтоб он у вас никуда не прыгал для декора можно использовать красивую брошку либо помпончик либо цветочек какой-нибудь здесь на ваше усмотрение получается у нас прямые полосы пошли вовнутрь вот такие вот полосы сверху вниз снаружи располагаются и после того когда мы сшили с вами все швы получается один шов по задней части 2 по подошве по подошве шов очень аккуратный спрятали с вами все кончики вот такой вот красивый результат у нас с вами получился если вам понравилось данное видео поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь чтобы не пропустить никакие видео а мы с вами встретимся в новых видео всем спасибо за просмотр всем пока пока